Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Оказывается, версия для NES, в которую мы играли всё наше детство, это качественный порт с аркадного автомата, выпущенный годом позже. И он, кстати, потерпел некоторые изменения. Но прежде чем начать разбор аркадной версии, давайте всё же узнаем, чем они отличаются. Порт на NES или же Dendy вышел в 1990 году под другим названием, в отличие от версии от аркадного автомата, который получил название Teenager Mutant Ninja Turtles 2 за Аркады Game и был засчитан как вторая часть, потому что ранее, в 1989 году, уже выходила первая часть серии игр про черепашек-ниндзя на NES под названием Teenager Mutant Ninja Turtles. А графика со времён первой части стала значительно лучше, и появилась возможность играть на двоих. Помимо изменений в названии, порт включил в себя две абсолютно новые сцены, особенностью которых являются новые противники и два новых босса, которые были специально созданы для этой версии. Первая новая сцена – это первая часть третьего уровня. Здесь мы попадаем в снежный левел, где Шреддер пытается захватить Нью-Йорк с помощью синтезатора погоды Крэнга, собственно из-за которого и идёт снег, а с неба падают снежные комья. В самом конце этого уровня мы встречаем босса игры – Волка, который кидается ледяными глыбами и довольно серьёзно бьёт кулаком, так что с ним придётся повозиться. Ну а после победы над ним мы разбиваем синтезатор погоды, и в городе снова наступает весна. А во второй части этой же третьей сцены финальная битва с Биппо по Мэр Огстеди была изменена на битву с новым боссом – Мух и Мутантом Бакстером Стокманом. Вторая новая сцена – тут мы попадаем в штаб-квартиру клана Фуд, где будет много новых врагов. Например, ниндзя-блохмотяк с непропорционально длинными руками. Ещё будут вылазящие коли из земли, тигры и, наконец, скорпионы. Это самые неприятные враги этого уровня. Уже в конце мы встретимся с новым боссом – роботом-самураем. У него периодически отрывается голова и летает по экрану, пытаясь ударить нашего героя. Кстати, она обладает неуязвимостью, а в руках у него огромная лебарда, с помощью которой он может нанести урон с большого расстояния. Ну вот и всё. С отличиями мы закончили. Теперь давайте перейдём к аркадной версии черепашек-ниндзя 89-го года. Игра просто отличная для своего времени. Лёгкое управление, музыка, озвучка персонажей, любимые герои, возможность играть вчетвером, фантастическая графика. Порой даже казалось, что мы полностью погружались в мультфильм. А когда мы запускали эту игру впервые и видели эту заставку, можно было сразу понять, что сейчас будет что-то мощное. Ещё один важный фактор, почему игра оказалась превосходной, это средний уровень сложности. Её просто нельзя ставить в сравнении с проклятым Бэтл Тоддс на NES. А про неё, кстати, я уже рассказывал в своих двух прошлых выпусках. И они также доступны к просмотру на моём канале. Главными игровыми героями игры являются четыре черепахи. Леонардо, Микеланджело, Донателло и Рафаэль, которые просто обожают пиццу. А если мы встретим её на уровне во время прохождения игры, взяв её, у нас сразу пополняется здоровье. Каждая из черепах обладает собственным оружием, со своей силой и дальностью. Но несмотря на то, что у них разное оружие, суперудар у них один на всех. А техника их боя, в отличие от версии на NES, интереснее и разнообразнее за счёт бросков. Игра имеет пять уровней, где некоторые из них разделены на несколько частей, по которым мы сейчас и пробежимся. Первый уровень. С самого начала черепашки под руководством мучителя сплинтера отправляются в здание на спасение Эйприл от клана Фуд, который устроили там пожар. Здесь нам предстоит пройти через горящий этаж здания, которое забито ниндзами Шреддера. Некоторые из них будут метать в вас ножи, а другие бросать под ноги динамиты. Ещё придётся опасаться даже огромных валунов, скатывающихся по лестницам. Кстати, отмечу, что в игре Battle Toads, или известной в Японии как Super Battle Toads, и тоже для аркадных автоматов, есть похожий момент. Ну а в конце уровня из-под пола вылезет новый вид врагов. Робот-бурильщик, который может стрелять лазером и бить востоком. После победы над ним, мы зайдём в комнату, где видим Эйприл. А нас снова встречают ниндзя, в том числе и с автоматом. Как только с ними будет покончено, после появится транспортный модуль с первым боссом игры. Это Рокстери. Он вооружён мощным пулемётом, бьёт с бешеного разбега и наносит серьёзные удары ногой. Но при всём этом, он не должен составить никаких хлопот. А по окончанию битвы, из капсулы появляется Шреддер, хватает напуганную Эйприл и выпрыгивает в окно. И черепашки отправляются за ним в погоню, на спасение Эйприл. Второй уровень. Он гораздо длиннее, чем первый, так как разделён на три части. В первой части мы попадаем на улицу Нью-Йорка, во второй – в канализацию, а в третий – мы прогуливаемся по парковке. Начиная с этого уровня первой части, игрок может взаимодействовать с предметами и таким образом наносить урон нашим врагам, сбивая в них столбы, срывать крышки с пожарных гидрандов и отбивать канализационные люки, которые в нас бросают ниндзя. Почти в начале уровня мы встречаем видеоэкран, где нам показывают Эйприл, которая просит нас о помощи, а после показывают Шреддера, который жаждет полакомиться черепашьим суком. Тем временем, план Фуд будет абсолютно везде – выпрыгивать на нас из окон зданий, бросать динамиты из-за угла и даже прятаться за афишами. Еще здесь мы встретим новых желтых ниндзей, у которых в арсенале смертоносный бумеранг. Как только мы дойдем до конца улиц Нью-Йорка и упремся в стену, нам предстоит сражение с Бибоком. Он вооружен ультразвуковым пулеметом, бьет кулаком и так же, как Рокстади, таранится разбега. А пока мы оказываем ему сопротивление, стараемся не упасть в открытую канализацию. Если упадем, потеряем немного здоровья. После прохождения первой части уровня, мы спускаемся в жилище черепашек-ниндзя – канализацию. На этой зоне мы встречаем новых врагов – роботов-маузеров и красных ниндзей с кувалдами. Маузеры периодически появляются из стен, и их лучше уничтожить всех сразу, пока они не вылезли и не попытались отгрызть черепашке руку. В некоторых местах этого этапа, если спуститься в воду, то можно быть подстрельным ракетницей. А в самом конце нас поджидает Бакстер Стокман, который и создал этих самых маузеров для поиска мастера Сплинтера. Он не очень сложный, и для одержания победы над ним нам нужно сломать его машину, которая распространяет этих роботов, а они же нам и будут пытаться помешать. Победив его, нам покажут заставку, на которой, рядом со связанной Эйприл, стоит Шреддер с Бибопом и Рокстади. А так как я говорил, что в версии на NES финальную битву с Бибопом и Рокстади поменяли на битву с мухом-мутантом Бакстером Стокманом, то, соответственно, на NES мы видели другую заставку, где Шреддер язвительно сообщает, что сегодня он будет лакомиться черепаховым супом. Перейдя на третью часть уровня, нам нужно очистить парковку от наших старых знакомых клана Фуд. И здесь, так же как и в чуть ранней сцене, нам опять дают возможность взаимодействовать с предметами, нанося повреждения врагам. Но только на этот раз это уже конусные и дорожные знаки. А еще будет можно поджигать бочки, которые также будут ранить наших соперников своим взрывом. Опасаться на уровне придется не только бойцов, но и машин, которые будут пытаться нас задавить. А уже в конце мы встретим двух боссов, и это снова Бибоп и Рокстади, которые охраняют Эбрио. В битве с ними уже нужно поднапречься, ведь теперь они атакуют сразу вдвоем. Но есть интересный момент. Как все мы помним из мультфильмов, особо интеллектом эти двое не отличались. И разработчики подарили им возможность бить друг друга с разбега. После победы над ними, мы освобождаем Эприл. За нами подъезжает черепаха-мобиль, и мы отправляемся в погоню за Шреддером. А между уровнями нам показывают заставку, где Эприл признается нам в любви. Третий уровень. Это длинная дорога по мосту, путь которой ведет к главному злодею игры все ближе и ближе. А игрока атакуют враги всех мостей. Ниндзя-фуд с копьями, ножами, бомбами, которые они в нас бросают, молотами и разъезжающие на машинах с байками, пытаясь нас задавить. И наконец-то роботы-бурильщики. В общем, весь уровень кишит врагами, и при этом он еще разделен на две части. Но есть и хорошие новости. Ни в одной из них нет боссов. В первой части, как вы уже поняли, мы передвигаемся по мосту пешим ходом. А во второй мы также продолжаем наш путь, правда уже на турбоскейте. Эта часть уровня короткая, но однако очень опасная. Ведь здесь нам нужно уворачиваться уже не только от бойцов Шреддера, но и от вертолетов, стреляющих в нас из пулемета и сбрасывающих ракеты. Да-да, в основном именно они будут доставлять серьезные проблемы. Кстати, опять же хотелось упомянуть игру Battle Toads, где есть похожий момент, хоть и не сильных, но все же похожий, где лягушатам нужно освоить серфинговую доску. Прям почти как турбоскейт. А по окончанию уровня к нам подъезжает черепаха-мобиль, и как только в него сели, сразу же врезаемся в бетонное ограждение, и наш автомобиль падает с моста вниз. Далее начинается четвертый уровень. Уже в начале нам показывают, как Маузер и Бакстера Стокмана все же нашли и схватили нашего мастера сплинтера в плен, а мы отправляемся ему на помощь, проходя через очередное скопление врагов и уворачиваясь от лазеров, установленных в определенных частях уровня. А в середине из-под земли прорубится доставочный модуль, но вместо босса оттуда вылетит 8 бесячих летающих машин, вооруженных лазером. В самом конце уровня нас поджидает очередной босс, который охраняет мастера сплинтера. Это каменный солдат из измерения Икс. Он вооружен огнеметом и отлично бьет с приклада. К счастью, довольно непроворотлив, но в то же время сложный, поскольку удары его отнимают немало делений жизни. А победив, мы освобождаем нашего учителя и спускаемся в глубины земли, где ищем базу шредера. А тем временем нас благодарит сплинтер за свое спасение, а после мы все-таки обнаружили место расположения технодрома, где обитает шредер, и мы отправляемся именно туда. Наконец последний, пятый уровень. Он является самым сложным в игре, ведь тут нам придется одолеть трех боссов подряд. На уровне мы встретимся практически со всеми видами врагов, которые были ранее, а также повстречаем и новые сложности. Например, эти аэрозольные столбы, которые появляются из ниоткуда и пытаются заморозить наших черепах. Еще будут новые лазеры и этот спуск на лифте, где придется уворачиваться от черных валунов, скатывающихся сверху. А пройдя все испытания, в конце уровня мы будем подходить к двери. Нужно держаться от нее подальше, так как босс вышибет эту дверь, и она сможет вас прибить. Боссом является второй каменный солдат, Минерал Трак из измерения Икс. Он очень серьезный и напоминает прошлого босса, только этот уже проворней и вооружен ракетометом. К нему более сложно поступиться, так как он не раздумывая бьет с прикладом. А во время битвы нам нужно держаться от двери в сторонке, иначе получим хороший заряд энергии. После победы над боссом, мы заходим в дверь и видим портал в измерения Икс. Откуда нам и приходит огромный робот, в животе которого сидит мозг по имени Крен. Это верный союзник Шреддера, который является повелителем этого измерения. Это просто настоящий монстр. Он стреляет из глаз лазером и выпускает реактивный кулак, а избежать его пинка практически невозможно. И для победы над ним нам нужно нанести огромное количество ударов. А потратив немалое количество жизней и нервов, мы все же одерживаем победу, уничтожив его тело. И тогда Крен сбегает с поля битвы. Нам начинает казаться, что уровень пройден, но из портала выходит сам Шреддер. Раздваивается, и начинается схватка не на жизнь, а на смерть. Он со своим двойником атакует мечом, но коронный его прием это выстрел лазером превращения, который обращает черепах в естественный для них образ, отнимая сразу целую жизнь. Чтобы одолеть его, нам необходимо бить обои Шреддеров до тех пор, пока у одного из них не слетит шлем. Как только это случится, начинайте бить того, который в шлеме, потому что он является истинным Шреддером. А если убить его двойника, то настоящий Шреддер снова раздвоится. И так будет повторяться до тех пор, пока у настоящего тоже не слетит шлем. А когда все это случится, тогда можно убить двойника, и он больше не появится. А нам останется добить настоящего. После победы, технодром взрывается, и мы наконец-то прошли игру. Эпилог. Разгромить ниндзей Фуд, Маузером, и уничтожить технодром, это и есть черепашья сила. Но что насчет Крэнга со Шреддером? Погибли во время взрыва, и остались в руинах технодрома? Или же спаслись, сбежав в измерении Х? А пока мы не узнаем это, мы не сможем спать спокойно в наших кроватях, вернее в панцирях. Ну вот и все. От себя могу сказать, что игра оказалась просто отличной для своего времени. Жаль, конечно, что не все смогли познакомиться с этой игрой в детстве, но все же, большинство смогли поиграть хотя бы в порт на NES. А помимо этих игр, про черепах существует огромная масса игр и на разных платформах. А самая моя любимая игра про черепах, это Тинейджер Мутант Нинди Туртлис Турнамент Файтерс на NES, и на нее я тоже уже делал обзор. Он также доступен к просмотру на моем канале Noctalgia Forever. Кроме официальных игр, в интернете можно найти и хорошие фанатские работы, в списке которых можно встретить даже кроссовер с Battle Tots. Ну а наш выпуск уже подошел к концу, поддержите его лайком и подписывайтесь на мой канал Noctalgia Forever, чтобы всегда быть в курсе о новых видео. А также черканите комментарии, ведь это сильно помогает развитию канала. И обязательно рекомендую к просмотру прошлые выпуски. Всем пока и спасибо за просмотр. Субтитры сделал DimaTorzok